Пошли мы гулять с Танюшкой. Да? Гулять, скажи, пошли. Теня, иди сюда. Свинтеленочек вышел первый день гулять. Рыша, стоит такая смешная. Давай, скажи, стоит такая смешная. Хочет подозвать, не идет. Теня, идем? Не боится. Да он, не страшно. Да, конечно. А он как-то поел, видимо, раялся, думаете. Зачем мне оно? Ну да. Переем, не дай бог. Блин, вот такие уже снежные шапки, видя. Надо почистить, а то продает еще крышу. Вообще прям корову у нас, по-моему, такой еще ни разу не было. Дум, какой он не был. У него ухо как, видела? А-а. Он как поцарапал, у него она так и растет, такая ямка, я поняла. Да? Да. Короче, вы помнишь, что царапал? Ага. Да вот на всю жизнь поцу кто-то останется. Бедный ребенок. Вспомни, мама. Вот так вот. Толстый. А толстый. Попа-то-то. Ладно, куда-то... Видела, да, как он бегает, носится? Тебе, Артем, надо, капчу поправить. Да, скачет. Он прибежал, Артемка. Бегают, играют. Да, скажи. Прибежал Артемка к нам. Что-то, думаю, она заснет, никак не засыпает она на улице. Не хочет, да? Не хочет засыпать, дочь. Уже капель тут капает. Ну, скоро весна будет. Что себе, прелесть какая. Там где-то Артем ходит, гуляет с коляской. Привет, привет, мои хорошие. Сегодня на севере тоже кусочек весны. Вышли мы погулять на улочку. На улице птички поют. Даже по весеннему светит солнышко. Настроение прекраснейшее. Так хорошо на душе, когда светит солнышко. Когда так все хорошо, так все замечательно. Прелесть просто. У нас еще очень много снега. Если смотреть по снегу, то кажется, что весной еще и не пахнет. Смотрите, сколько у нас все снега. Очень много. Сейчас стою здесь, смотрю, идет капель. И думаю о том, что все-таки хорошо. Папа сделал с Романом этот сенник. Потому что снега в этом году было очень много. Крыша не повредилась. Ничего не продавилось. Все очень хорошо. И вот у нас уже вот так вот. Там уже оттуда взяли сено. И вот так вот у нас уже осталось. Немного уже сена, конечно, осталось. Надо будет сейчас чуть попозже еще заказывать сено. Я даже не представляю, как мы будем выкручиваться. Почему? Потому что надо деньги на ремонт машины. И сейчас еще надо заказывать сено. Конечно. Но ничего. Как-то выкрутимся. Я так надеюсь на это все равно. У меня некоторые спрашивают по поводу того, что у нас Танюшка. Я ее кладу на шкуру. То есть на овечью шкуру. Почему я это делаю? Дело в том, что овечья шкура, она греет. И коляска, если посмотреть коляска, то там идет такой тонкий лист ДВП. Он прям тонюсенький. И все. И потом тонкий матрас. В моем понимании, что так можно застудить ребенку почки. Поэтому я всегда кладу что-то натуральное. То же самое, если говорить про люльку детскую, кроватку. То тоже, допустим, Лиди сделали уже низко. И у меня страх, что ребенок будет мерзнуть от матрасика. Матрас он как состоит. Это пружины и какой-то поролон. Все. Больше там ничего нет. И я в кроватку детскую попросила. Роман вырезал кусок пеноплекса. То есть, чтобы из-под низа не шел холод. Не знаю, напишите, как вы к этому относитесь. Ну, мне, наверное, ну, как, не зря же говорят, что у каждой мамы свои какие-то причуды. Я стараюсь так, чтобы вот и лежал ребенок на натуральном. И укрывать. Вот платком у нас она укрыта постоянно. Я или платок засовываю в этот, в пододеяльчик детский. И она у меня всегда укрыта чем-то натуральным. Не знаю, это какой-то, чем мой такой. Такая вот своя причуда, что ли. Мне кажется, стильно будет смотреться. Надюша, иди отсюда. Классные штаны. Мне вот эти штаны очень понравились. И мне кажется, из всех заказов, которые мы до этого делали в Шейн, мне кажется, это самый крутой заказ. Вообще, самый крутой, который я только приходил. Потому что все вещи очень понравились. Все классные, как на подбор. Вот такое платье на лето. Очень интересно, что у него впереди сделано покороче, со спинки подлиннее. Ну, Каня, ты покрутись. Ну, вообще круто. Она сзади смотрится очень длинным. Почти в пол. Вот такое вот на лето. Самое главное, что оно не будет мяться. Такое платье. Кто там играется? Вот этот костюм мне показался очень молодежный, очень стильный. У него топик, разлетайка с надписью. И с капюшоном. На капюшоне такие замечательные, необычные ушки. Мне кажется, четко смотрится. Штаны уже более облегающие. Тоже по бокам надписи. Надписи с завышенной талии. Смотрится очень даже интересно. Анюта, как тебе такой костюм? Я не знаю. Самое главное, что у него такая ткань, которая не будет мяться. Я считаю, что это огромный плюс на лето, если выбирать костюм. А тебе, Анюта, что мне понравилось? Нет. Турки. Большой капюшон. То, что он топик и что ли? Мне тоже это понравилось. Давай следующий наряд одеваем. Хотим показать вот этот костюм. Мне кажется, что он будет очень удобный. В плане того, что не макорасцветка, не будет виден каких-то пять. При этом он и яркий, и интересный. По бокам на штанах лампасы такого же яркого цвета, как и на груди с надписью. Очень удачный вариант для спорта. И также, если ехать в дорогу, к примеру, в поезд или в машину, очень удобно в нем будет. Он очень приятный на ощупь. Что самое лучшее подростку на лето? Это шорты. Это джинсовые шорты. Сделаны вот такие махрушечки. И за боку у них ленты красные с надписью. И металлическая подвесочка такая. Тоже очень интересная. На мой взгляд, будет интересно смотреться, если сюда вставить красный ремень. И Анюта решила показать с топиком из костюма. Ну, четко смотрится. Еще одни шорты. Очень интересные. У них сбоку тоже надписи сделаны. На шнурке. И у шнурочков внизу сделано металлическое острие. На мой взгляд, что может быть лучше? Одел шорты и бегаешь. Я помню, брала летом какие-нибудь наряды. А потом нас ходила в одном и том же. Ничего себе, как кошка туда забралась? А ты как туда забралась, кошка? С ума сойти? Мяу туда полезла, да? Лид, не надо. Она сама слезет. Лида решила ей помогать. Анютка пока готовит следующий наряд. И тут нам помощники помогают. Лида лезет за кошкой. Лида, не лезь туда, Лид. Лида, она сама слезет. Мяу. Она от вас, наверное, уже прячется туда. Мяу. Мяу. А, хорошо, хорошо. Тебя тоже показала уже в видео. И последнее это штаны армейского плана. Очень они стильно смотрятся. Хорошо сели. У них завышенная талия. Интересно смотрятся они. И по бокам карманы. И здесь глубокие. Еще сбоку на ноге Анют карман. Видела? Вот этот. Он тоже такой глубокий большой карман. Но мне кажется, стильно будет смотреться. Потому что все вещи очень понравились. Все классные, как на подбор. Мы бы вам очень все советовали. Реально в этот заказ пришли классные вещи. Кто-то такой маленький. Это кто-то такой маленький лизит. Кто лизит тут? А? Дочка лизит. Косяница. Уперли у тебя медведя. На. Лида тебе обдает. Лида тебе дает, да? Не тяни, Лид. Не тяни. Пускай. Кошка. Кошка. Ты что там делаешь? А? Кошка. Играет. Такая классная. Она как на пляже. Бедная кошка. А тебе Анют что больше всего понравилось? Какой наряд? Все понравилось. Тебе все в этот раз понравилось? Вообще четко, да? Все. Там Надюшка у нас. Все хотят в кадр тоже попасть. На этом пока-пока. А можно я тоже расскажу пока-пока? Да. Сейчас подожди. Пока. Нет, нет, нет. Подожди. Мы еще не сказали пока-пока. Давай. 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 Добль два. И на этом пока-пока. А-а-а-а. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...